здравствуйте уважаемые телезрители это программа мужская компания и я ведущий город вячеслав после серии неудач и плохой погоды на урале лето у нас было короткое и оно так быстро прошло но вот более-менее день выдался без дождей и вот к обеду мы предприняли попытку съездить на водоем нам в общем то он уже знакомый мы знаем что здесь можно щуку половить водоем этот небольшой и после того как мы сюда приехали мы увидели что он весь зарос причем очень сильно но все-таки середина лета и трава вся поднялась открытых участков очень мало это говорит о том что надо ловить здесь не за цепляйками работать мы сегодня будем то есть руках у меня ким салма трена это джиговый и твичинговый спиннинг он достаточно жесткий тестом от 4 до 18 грамм но честно скажу я уже им кидал работал и знаю что в принципе он кидает даже более-менее легкие такие приманки там скажем 3 грамма 4 то есть он вполне подойдет для вот таких вот приманок тиога pro series я покажу упаковку эта резина здесь работает очень хорошо именно с нее мы и начнем у нас правда не так многое осталось и про запас я еще взял несколько пачек даже вот таких не знаю уж будут работать не будут но все-таки взял ну и опять же из серии тиога лаки джон то есть разных цветов на пробу вот мы приехали в обед с утра рыболовы уже видим оплыли весь водоем и уже рыбу распугали давайте переплывем немножко туда подальше ну для начала вот они сейчас где-то в одном месте скучковались и рыболовы мы поплывем в другое место то есть чтобы им не мешать уже и мы подальше отплывем и начнем нашу рыбалку вперед рыбалка начинается осталось только мочить весла и выплыть из этого камыша вперед на рыбалку есть прям возле лодки этот маленький щуренок хотел съесть нашу насадку тихо прямо уже вся изрезанная наша любимая резина лаки джон йога на этот щуренок чуть-чуть поранили моего но ничего страшного давайте будем выпускать я бы сказал что нам сегодня и повезло и не повезло повезло потому что совсем тихо они повезло потому что мы приехали во второй половине дня и по озеру уже несколько лодок плавали и думаю что уже где-то здесь напугали рыбу может быть она ушла со своих утренних стоянок но это нам не мешает продолжать ловить рыбу и мы как видим что не зацепляйки в общем-то работают и все хорошо поэтому мы делаем еще один заброс что самое интересное этот водоем позволяет ловить различными насадками есть не зацеплять опять сработало выходит на свечу и траве щука кстати полная живот полный то есть она питается малька много но единственное хочу сказать может быть нам повезло или мы просто применяем немножко другой способ не как другие рыболовы может быть они не ловят в траве давайте тоже отпущу потому что не совсем естественно мы таких не берем это не наша рыба да и вообще в принципе мы не берем мы сегодня приехали за крупные рыбы как видим вот на одном месте уже вот две щучки поймались ну какие щучки это так щурята мы работаем нашим старым проверим проверенным способом это не зацепляйка на всех нам крючке теога ну хвост уже совсем оторваны что могу сказать могу сказать что работает мы поймали еще одного щуренка но этот щуренок знаменателен тем что мы его поймали совершенно на другую я бы сказал резину вернее не другую резину резину другого цвета белого цвета если помните мы ловили давайте еще сам выскочил слишком активно вот и хотелось бы сделать некий вывод у нас была белая резина было пару поклевок на нее мелковата щука но все таки то есть она работает резина но мы уже проверяли если помните прошлом году была программа где мы показывали теогу белого цвета на нее все работало так как у меня кончились а новых я уже не успел купить то я попробовал а почему бы не взять ту же самую теогу но только другого цвета вот оранжевую и сейчас буквально поменяв по цвету резинку я получил пару сходов вот и сейчас видели поимку небольшого щуренка я думаю что мы сегодня еще и покрупнее поймаем обязательно начало положено выводы мы сделали таких у нас целая пачка покажу у нее немножко мистер а так это другая резина это мистер креди вот она похожа на теогу но точно также этот виброхвост работает то есть оранжевого цвета вот на нее там и как раз и у нас целая пачка на сегодня нам хватит поймать большую щуку продолжает делать забросы ну что самое интересное сейчас я попрошу камеру подвинуться к нам поближе скажи маленький секрет секрет заключается в следующем у нас спалили и рыболов который стоял метрах 150 от нас увидел что мы ловим и буквально вот метров пятьдесят сейчас оператор развернется покажет и он рядом с нами в метрах 50 видимо чувство жадности быстрее там ловит надо быстрее рядом подплыть а мы ловим дальше и это еще дети родители где-то здесь а нам все попадаются дети но опять же хочу сказать что резина работает не надо марать лодку резина работает щурята попадаются по позируем нам чуть-чуть весело и продолжил ловить нас прибило ветром заводинки такой и мы здесь поправим нашу оснастку вот такая оранжевая я уже показывал с такими вкраплениями на овсетники без какого-либо грузила то есть она идет по верху по траве проходит но иногда бывает цепляется но мы переезжали мы переезжали приехали в другое место водоема уплыли подальше и честно скажу то есть нас этот рыболов который нас преследует уже начинает нам действовать на нервы мы влево он тоже влево мы вправо он тоже вправо мы сейчас вот сделаем другой шаг мы сейчас переплывем на другую сторону водоема чтобы ну помедитировать скажем так хорошо что водоем позволяет переплыть поэтому мы здесь половили он за нами так скажем сильно очень очень внимательно наблюдает мы сейчас здесь поймали он заметил что мы сейчас здесь поймали и обязательно сейчас при плывет сюда а мы пока уплывем на другую сторону водоема и продолжим нашу ловлю щуки там я думаю наша крупная щука и стоит давайте выплывем и поплывем туда что-то более-менее отличное вот он красавец покусанный на сегодня это самая крупная щука в этой траве но что хочется сказать ты нам хочешь чего-то сказать рот открываешь такой прям красивый давайте его не будем мучить его сейчас отпустим иди даже уходить вы моем руки и будем наверное подводить итоги сегодняшней программы щуки много мелкой прям я бы сказал даже очень много мелкой щуки ты мы сегодня пробовали новую резину это мистер крэдди диога у нас закончилась вот поэтому мы ловили вот это разловили оранжевой вот это все трофеи от маленькой щуки которая нас сегодня донимала просто очень много это все что у нас осталось вот от упаковки было семь штук осталось всего три ну это все без хвостов рыболов на водоеме было очень много когда мы в обед приехали они были рассредоточены по всему водоему и отличающим обстоятельством было что один нерадивый рыбак заметил что мы ловим и он вокруг нас почти полдня крутился мы никак не могли от него отделаться мы вперед он за нами мы назад он за нами ну просто вот нудный какой-то товарищ то есть на расстояние заброса не подходит ну вот как-то все конечном итоге мы уже плюнули и переплыли на другую сторону водоева начали ловить там более-менее вроде как отвязался ну все-таки как-то не не нормально это это ладно второе значит рыболов было много водоем небольшой и с утра видимо здесь все переполошили то есть рыбу напугали и практически вот с обеда до вечера мы ловили в основном только мелкую потому что крупную видимо распугали не скажу что не клевала клевала много клевала то есть ну в основном вот такая вот все карандаши такие но мы на сегодня будем заканчивать нашу рыбалку в общем-то выходной мы провели неплохо все у нас получилось кроме одного трофеев больших не было либо их выбили либо мы их просто пока еще не нашли но обязательно найдем у нас еще пол лета впереди правда наше уральское лето это два дня я собственно говоря наверное был на работе когда было это лето и не заметил но рыбалка состоялась подписывайтесь на наш канал смотрите нас на ю тубе с вами был егоров вячеслав до свидания пока